Всем привет, ребята! Вы на канале Иришка Мими. Слушайте, давайте сразу, пока не забыла, в следующее видео будет вопрос-ответ, так что под этим видео задавайте свои вопросы, а в следующем видео я буду на них отвечать. Так что вот, пока не забыла, потому что я как-то по влоге сказала уже, в конце видео никто до конца видео не досмотрел, конечно же, и никто ничего такого не задавал. Парочку людей, конечно, написали, так что говорю сразу, давайте вот сейчас задавайте вопросы, какие вас интересуют, в следующем отвечу. О чем я хотела с вами сегодня поговорить? Слушайте, мы с Андреем решили завести еще одного крысенка. Я в прошлом видео об этом тоже сказала в конце видео, но, наверное, многие не досмотрели. Вот, и причем, знаете, у нас с Андреем такие мысли были, блин, заводить ли еще там крыс или не заводить, потому что это всегда так непонятно и страшно одновременно. Кажется, ну что, крысенкам больше, крысенкам меньше, но нет на самом деле. Ну, мне лично как-то непонятно, потому что когда вдруг мы захотим куда-то поехать отдохнуть в отпуск, с кем мы их оставим? Потому что у нас сейчас сестра Андрея, она тут не живет рядом, она в центре Москвы живет, поэтому, чтобы за крысами смотреть, но она еще и работает как бы неудобно, она сюда, наверное, точно не поедет. И тут у нас как бы таких друзей поблизости нету, с кем можно было бы кого попросить оставить для присмотра. Поэтому и непонятно, как дальше действовать. Если вот мы с Андреем захотим куда-то надолго поехать, отдохнуть, там, ну, не знаю, на месяц и больше, то уже и крыс с собой не возьмешь, потому что, ну, летать с крысами нельзя, и мотать их в вот эти поездки тоже как-то странно. Ну, если даже куда-то недалеко поедем, то это тоже очень странно их туда-сюда возить. Стресс для крыс, ну, не очень хороший вариант для нас. Поэтому мы такие в замешательстве, либо заводить крысенка сейчас еще одного, либо уже вообще не заводить крыс. Вот, по крайней мере, это мои такие мысли, потому что, ну, чем вот пока у меня крыски живы, да, еще маленькие, серенькие, как маленькие, может, полгода, то надо пораньше завести. Короче, у меня сначала были мысли, нет, больше точно не будем заводить. Потом и хочется, и колется, и в итоге нам очень нравится окрас фавуна, это рыженький крысик. Мы хотели рыженького крысика и Андрюхе нравиться, и мне... Ну, и в итоге мы с Андреем как-то... Даже, наверное, больше я в какой-то день проснулась, и у меня прям загорелось, и я решила, все, хочу рыженькая крысенка, точно, давай сведем. В этот день я мониторила просто целый день, и Авито посмотрела, и ВКонтакте всякие группы питомников, где можно крыску найти, и в Инстаграме смотрела. Под этим видео я оставлю ссылочки, где можно приобрести крысенка, в какие места я писала, в основном это Инстаграм. И там есть крысешки, крысятки, продаются, если кому вдруг надо, заходите, смотрите, там и девочки, и мальчики есть на... Вот, и нашла в итоге я одного своего крысеночка рыженького. Вот, мы его уже забронировали с Андреем 14-го числа, по-моему, не помню. Ну вот, да, 14-го числа мы его заберем, потому что там еще он совсем маленький, и глазки еще не открыты, и вы не поверите, как только мы его забронировали, то я начала вообще стрессовать очень сильно. Я такая думаю, блин, а не поторопилась ли я, вдруг они не подружатся с моими мальчиками, потому что сейчас у нас все так налажено, мои мальчики вообще дружно живут, Мига их очень хорошо принял, они вообще family, семья, ну, классно. А тут еще какая-то новенькая крыса, еще и маленькая, еще непонятно, как их... Ну, то есть опять этот стресс придется пережить, и Мигелю, еще маленьким крыськам, и малышу этому рыженькому. В общем, я не знаю. Я вот лежала ночью в тот день, когда вот уже все забронили, и я вообще очень, ну, переживать начала, потому что, а вдруг они не подружатся, вдруг кто-то там будет драться постоянно. Вот я вспомнила ситуацию, когда Мига и Локи дрались, ну, не очень приятно было, вот как, например, сейчас, если сравнивать, то сейчас они вообще классно живут, никаких проблем вообще нету. А Локи и Мига, вот у них постоянно какие-то проблемы, терки были, это не очень прикольно, когда крысы живут раздельно в клетках, это не очень удобно, и, конечно, не прикольно. Вот, поэтому я немножечко переживаю, совсем чуть-чуть, но на следующий день я проснулась, и, знаете, как-то выдохнула, такая, блин, ну мы хотели еще крысенка, еще хотели рыженького, вот у нас все совпало, все так получилось, все хорошо, поэтому такая, ну все, одним крысенком ничего страшного. Конечно, я понимаю, что четыре крыс, а куда мне столько крыс? Но в моей голове пока вот такая мысль, что это будет последний крыс, ну, то есть завершающий, вот у нас был Агути крыс, черненький стандарт, серенькие вот мальчики и рыженький, ну, как бы, вроде такие, какие мне окрасы нравятся, вот у нас есть и будут, и были, вот. Вот, и по количеству, я думаю, это будет последний, потому что все же, все же, когда-то надо остановиться, нельзя эту бесконечную крысину и ком, этот клубок постоянно развивать. Не знаю, если вам нравится, вы так делаете, пожалуйста, это ваше право. Просто я говорю про себя, то есть, ну, конечно же, терять тоже, лечить постоянно крыс, когда они заболевают, это очень тяжело и финансово дорого, поэтому, ну, как бы, ну, вот пока у меня мысли такие, что, наверное, вот этот четвертый крыс, он на самом деле по счету будет пятый, ну, Локи умер, вот, будет последним, это я сейчас так думаю, потому что, когда мы брали последних от сереньких крыс, я, на самом деле, тогда еще не думала, последние это крысы, не последние, ну, вот, а сейчас я почему-то думаю, что все, рыжий крыс будет у нас последний, больше мы, ну, не будем заводить, вот сейчас мы его возьмем, дай бог, все получится, все будет хорошо, вот, и все у нас срастется, и мышки подружатся, надеюсь, я хочу, чтобы они все подружились, и я ведь теперь переживаю за Мигеля, как он отреагирует, потому что он очень сильно стрессовал, когда мы их серенькими, когда Мигу с серыми малышами знакомила я, то он очень стрессовал, раздраженный ходил, постоянно и пытался найти их, когда они в разных этих, ну, комнатах были, он знал, что есть уже какие-то новые сожители и пытался до них как-то добраться, найти их, поэтому постоянно нервный ходил, прям, ну, трогаешь его, хочешь погладить, он прям такой, не надо меня трогать, такой, знаете, мог и даже прикусить, но слегка, ну, дать понять, что он может прикусить, и поэтому у меня страшно, Мига-то у нас уже не молодой мальчик, и, ну, как он среагирует, опять этот стресс ему придется пережить, ну, это, конечно, грустно немножко, но вот как-то так, что ли. Что еще по поводу Мигеля? У Мигеля я начала замечать, что у него немножко мутнеют глазки, такое ощущение, что он немножко ослеп, ну, может быть, он еще не ослеп, но скоро, может быть, ослепнет, какие-то у него мутные прям глазки, вот, думаю, что... Ну, это от старости, понятное дело, не просто так. Вот такие дела, но... А так, вроде, пока все хорошо, я продолжаю делать ингаляции, меньше стала, намного чихать, и уже не хрюкает при дыхании, но все нормально, ингаляция, значит, помогает. Я делаю просто с физраствором, вот, водичка, это вода с солью, это не какое-то супер лекарство, если ваши крысы болеют сильно как-то, то стоит обратиться к рекомендованному ротологу, и он вам назначит хорошее лекарство для крыс, ну, или просто какие-то лекарства, не знаю, вот, потому что мне никаких лекарств нет, нам лекарства не назначали, потому что сильно крысы не болели, поэтому... Ой, вот, так. Что еще из новостей? Я сделала себе бусы, мне вчера пришли с Алиэкспресс, вот еще, был еще один такой перстетик, я его сейчас перед видео порвала, случайно, когда я хотела перекинуть на другую руку, придется заново сделать. Вот, я чуть в последнее время по бусикам утащусь, вот так красивенько выглядит. Мне подруга сказала, что выглядит по-детски, но не на мне, а вот ей такое не нравится, кажется, что выглядит по-детски. Вот я такой ребеночек, не хочу взрослять. Вот, ребята, и насчет имен, кстати, вот мы уже, ну, как бы сбронировали крысик, все хорошо, но немножко переживаю, как это все будет, вот эти все опять новые переживания. Так что, ребята, хотела сказать, если вы вдруг думаете заводить сейчас крысенка, я вот оставлю ссылочки, заходите в Москве, там не в Москве, бронируйте себе крысенка, будем вместе подсаживать, ну, как бы вместе все делать поэтапно, вы будете смотреть мои ролики, и делать так же, хотя у меня уже есть готовые ролики, как все делать, так что, в принципе, это не обязательно. Вот, то еще-то. Я хотела сказать, и мысли запутались, забыла. Сейчас подумаю. Я забыла, ребята. Мысли скачут, и я все забыла. О чем мы до этого с вами говорили? О бусах. И все. Давайте сюда украшем. Про имена. Вот, все, вспомнила про имена. Вот мы с Андреем думаем, как же назвать рыжего крысенка? В итоге у нас, у меня и у Андрея есть парочку вариантов, и это. Андрею нравится Рокфор. Мультик, знаете, такой смотрели, где там гаечка, этот, этот, мышь Рокфор с усами, который очень любил сыр. И, но мне не нравится Рокфор, потому что Андрей говорит, сокращенно будет Рокки, а для меня Рокки, это почти так же, как Локи, там другая буква, правда, но все равно не хочу, как бы, это почти одно и то же, но, ну, нет, мне не нравится Рокфор, и я категорически против. Локи у нас уже был, а Рокки нам не нужен. Вот так, вот так я думаю. И что еще? Еще вариант. Мне понравился, ну, у нас же Люцифер, Фаэль, какие-то такие божественные имена, дабы не нарушать, ну, как бы, эту идиллию, я предложила Осирис, ну, имя Осирис, и сокращенно будет Оси. Но Андрею не нравится, и он предложил свой вариант, типа Персей, сокращенно Перси. И, в принципе, мы пришли к этому варианту, и я точнее пришла, потому что я подумала, ну, да, наверное, Перси больше и по цвету окраса подходит, и по, ну, Перси, Перси, тоже миленько звучит, Перси, Персей. Вот, так что, в принципе, наверное, ну, пока на этом имени мы остановились, но если у вас есть какие-то свои варианты, то пишите в комментариях, имейте в виду, что мы больше хотим какие-то Оля Божественные, там, может быть, и вот такие все стандартные Перси, какие-нибудь яблочки, кружки, нет, точно нет, потому что, ну, не прикольно, и единственное, мне понравилось из еды, это Манго, Манго, но подумала, блин, ну, оно отличается от Люциферы, и Рафаэля, и Манго у нас, ну, как бы, а я говорю Андрею, типа, а ничего, что у нас Мигель тоже не Божественное имя, а он такой, ну, Мигель, это почти как Михаил, Михель, Михаил, типа, я такая, блин, ну, вообще-то нет, ну, Андрей считает так, ну, ладно, ну, и в итоге что? Наверное, Перси, Перси, Перси будет у нас, хышенький крысик, знаете, я вот, ну, немножко сейчас побаиваюсь, так, так все, знаешь, распланировала, размечтала, вдруг там не получится крысика забрать, а вдруг что, я переживаю, ну, вроде бы все хорошо должно получиться, но я переживаю, ладно, все, наверное, на этом я видео закончу, ребята, пишите свои вопросы, пишите варианты имен, может быть, все-таки передумаю пока что, ну, еще есть две недели, так что можем две недели думать, как назвать крысюшку, а там, на самом деле, когда мы его увидим, то, в принципе, имя и само придет, мне кажется, так, ну, так и бывает, ладно, все, ребят, спасибо, что посмотрели, всем пока!